Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде чем мы перейдем к обсуждению повестки дня сегодняшнего заседания, я хотел бы поблагодарить всех жителей Ярославской области проявивших во время прошедших выборов свою гражданскую позицию и принявших участие в голосовании. И, конечно же, в первую очередь я благодарен тем, кто отдал свой голос в мою поддержку. Большое спасибо. Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения единого дня голосования Ярославской области за ходом выборов следили наблюдатели от партии, а также представители из-за рубежа. Все единодушно отметили, что не было допущено ни одного существенного нарушения. В первую очередь это заслуга, конечно же, работников избирательных комиссий всех уровней от областной до участковых. Особой благодарности заслуживают сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечили безопасность избирателей и членов комиссий, которые работали на участках. Теперь, уважаемые коллеги, необходимо нам коснуться следующего вопроса. Во время визита в Ярославль 1 сентября президента России Владимира Владимировича Путина он передал ряд поручений с обращениями от жителей Ярославской области. Большинство из них, почти половина, затрагивает лично-коммунального хозяйства. Много вопросов, которые жители задавали по здравоохранению, поддержке многодетных семей, трудоустройстве инвалидов. Проблемы, по которым люди обращались к президенту, нам известны. По ряду особенно серьезных из них мы работаем уже практически не один месяц. Это, например, ситуация с больницей в поселке Барок, вопросы обеспечения льготными лекарствами, борьба с незаконным оборотом наркотиков и целый ряд других проблем. Многие из этих проблем нам уже удалось решить и снять. По большинству из них уже подготовлены ответы. Тем не менее, я хотел бы попросить руководителей департаментов, которые занимаются обращениями граждан, ни в коей мере не ослаблять внимание к отмеченным в них проблемам. Я эту ситуацию буду продолжать лично держать на контроле, уважаемые коллеги. Теперь по повестке дня на сегодняшнее совещание. Сегодня в первой части нам предстоит рассмотреть два вопроса. Первый касается подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к предстоящему утопительному периоду. Ещё в начале июня постановлением правительства Ярославской области был утверждён план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. Задачи перед коммунальной службой области поставлены серьёзные. Необходимо подготовить к зиме сотни объектов социальной сферы, тысячи километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 13 тысяч многоквартирных жилых домов во всех муниципальных образованиях региона. Средства на это выделены значительно, без малого миллиард рублей. И в своём выступлении я попрошу Андрея Ивановича Лукашёва сделать акцент на ещё не решённых вопросах. А такие имеются. Так, по ряду направлений подготовки к зиме есть проблемы в Тутаевском, Переславском, Ростовском, Мышкинском муниципальных районах, в городе Переслав-Залесском. Времени до начала отопительного сезона осталось меньше месяца. За это время необходимо завершить все намеченные работы в полном объёме. Второй вопрос, который сегодня стоит перед нами, это реализация контрактной системы в сфере закупок. Для наведения порядка в этой сфере у нас сделано немало. Не случайно по результатам рейтинга эффективности субъектов Российской Федерации при осуществлении закупок, которые составили аналитический центр при правительстве России, по итогам 2016 года Ярославская область заняла первое место. Кроме того, на недавнем заседании коллегии прокуратуры области отмечалось, что в первом полугодии число фактов неисполнения требований закона в сфере закупок значительно снизилось. Тем не менее, и здесь есть над чем поработать прокурорами. В ходе проверок выявлены, например, факты искусственного дробления предмета заказа в целях избежания конкурентных процедур. Помимо этого, при подготовке заказчиками документации допускается большое количество ошибок в определении начальной максимальной ценоконтракта. Также назрела необходимость в проведении экспертизы цен, что позволит существенно повысить качество ценообразования в сфере закупок. И я здесь бы попросил бы директора департамента государственного заказа Ярославской области Андрея Дмитриевича Афонина затронуть эти темы в своем докладе. Итак, приступим к работе, Дмитрий Александрович. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, уважаемые коллеги. Сегодня в поездке из создания правительства три вопроса. Два из них рассмотрим в открытой части. Первый вопрос о подготовке к началу топительного сезона. Лукашев Андрей Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Дмитрий Юрьевич, Андрей Митриевич Александрович. Дмитрий Юрьевич, тема моего доклада достаточно понятна и актуальна, с учетом того, что до начала топительного сезона фактически остается две недели. И я хотел бы начать с особенностями подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года. То есть в этом году впервые мы получили требование Министерства Минстроя Российской Федерации, в котором было указано на необходимость снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры на 10%. Среди других факторов хотелось бы отметить на сокращенные сроки подготовки к ОЗП 2017-2018 годов. Связано это было с тем, что фактически до 25 мая этого года у нас продолжался топительный период 2016-2017 годов. И срок подготовки летний период сократился до 114 дней, это 79% от нормативной продолжительности. Еще одним неблагоприятным фактором в плане проведения мероприятий к подготовке осенне-зимнего периода 2017-2018 годов явились неблагоприятные природно-климатические условия, кроме низких температур в мае месяце. Это большое количество осадков. По отдельным районам они превышали в июне и в июле этого года показатели среднегодовые почти в два раза, в 1,7-1,8 в два раза. Соответственно, препятствия к проведению мероприятий были достаточно серьезные, и поэтому ресурсоснабжающие организации ввели подготовку к осенне-зимнему периоду в условиях неблагоприятных природно-климатических условий. Третьим фактором, который накладывает серьезные требования к финансовой дисциплине, это изменения в законодательстве, связанные с повышением требований по оплате энергетических ресурсов. Вступили в действие, впервые мы готовимся и будем проходить осенне-зимний период в условиях, когда значительно ужесточились требования по обеспечению выполнения обязательств по оплате газа, электроэнергии и теплоснабжения. В рамках выполнения и требований Минстроя и наших мероприятий перед жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области поставлены были следующие задачи. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры на 15% или не более 844 технологических нарушений на всех объектах, включая электросети. При этом распределяется таким образом, 10% снижения аварийности на электрических сетях, на сетях теплоснабжения, показатели установлены на уровне снижения аварийности на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов. Реализовать эти мероприятия мы планируем за счет трех основных направлений. Первое – это технические мероприятия, финансовые и экономические мероприятия, второе – и организационные мероприятия. В рамках проведения технических мероприятий выделяется 6 групп объектов. Это жилищный фонд, котельные, тепловые сети, водопроводные сети, канализационные и электрические сети. Информация о проведении технических мероприятий по отдельным направлениям деятельности. Подготовка жилищного фонда. Всего, коллеги, у нас 17 793 многоквартирных дома, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Многоквартирных и жилых домов, которые подключены к системе централизованного теплоснабжения. Из них многоквартирные дома, которые должны получать паспорт готовности, составляют 13 108. Мероприятия по подготовке к зиме жилищного фонда в настоящее время выполнены на 98%, в том числе оформлены в виде паспортов готовности 92% или 12 060 домов уже получили паспорта готовности. Основные мероприятия по подготовке жилищного фонда делятся на две группы. Проверка работы систем внутридомовых коммуникаций и вторая часть работы с конструктивными элементами, утепление кровли, дверных оконных проемов, фасадов и так далее. Вторая группа технических мероприятий связана с подготовкой котельных. В этом году общее количество котельных по сравнению с прошлым периодом сократилось на 18 единиц за счет проведения мероприятий по ликвидации котельных. Общий показатель по готовности котельных по состоянию на 12 сентября это 88%. Создание основного нормативного запаса топлива на котельных по твердому топливу. Там нормативный запас на котельных непосредственно находящихся должен быть сформирован на 45 суток. Соответственно сейчас на 120% по дровам, пилетам и брикетам и по углю на 116% выполнение. По жидким видам топлива нормативный запас на котельных, который должен находиться, должен быть к началу отопительного сезона на 30 суток. В настоящем моменте на 12 число накоплено 75%. Основные проблемы это в Ярославском, Ростовском и Брейтовском районе. Но хочу отметить, что договоры на поставку заключены везде. Сейчас идет процесс наполнения емкостей в основном мазутом. Третья группа мероприятий по подготовке тепловых сетей. Здесь было достаточно большое количество проблем. Поэтому в этом году этому направлению деятельности уделяется особое внимание. Поставлена задача по двойной опрессовке. Первая опрессовка и после устранения дефектов, выявленных в ходе этой работы, проведение второй опрессовки. В августе-сентябре первая опрессовка тепловых сетей. То есть выполнена на 100%. В настоящий момент времени заканчивается работа по проверке гидравлическими испытаниями и опрессовке этих тепловых сетей. По итогам устранения дефектов. Всего в Ярославской области 2023 километра. По готовности, сейчас уровень готовности составляет 81%. Всего было выявлено 2015 дефектов. Устранено 92%. Продолжается работа в отношении 157 дефектов, которые были выявлены на тепловых сетях. Наилучшие показатели по этой работе отмечены в Борисоглебском, Брейтовском и Любимском районе. Существуют проблемы, но они объективного порядка, поскольку сложная ситуация была по содержанию тепловых сетей накоплена на протяжении нескольких лет. Это в Ростовском и в муниципальном районе и в городе Переслав-Залевском. Подготовка тепловых сетей велась по двум основным направлениям. Сразовным с заменой и восстановлением теплоизоляции воздушных тепловых сетей. По плану подготовки в этом году большее количество должно быть заменено. То есть 41 километр по сравнению с 37 километрами в 2016 году. И впервые в этом году был поставлен плановый показатель по восстановлению теплоизоляции воздушных тепловых сетей. Фактически в 26 километрах тепловых сетей необходимо было восстановить тепловую изоляцию. Эта работа не имеет строгой привязки к началу отопительного сезона. Можно ее продолжать уже после подачи теплоносителя. Поэтому сроки выполнения этих мероприятий по восстановлению изоляции воздушных тепловых сетей установлены до 15 ноября. В настоящий момент времени выполнение составляет 49%. Водопроводные сети и сети канализации мы рассматриваем вместе. В этом году несколько снижен был план по замене водопроводных сетей по сравнению с прошлым годом. В прошлом году 37 километров, в этом году 30. Но зато значительно увеличен показатель по замене канализационных сетей. До 20 километров против 9 километров в 2016 году. Общая готовность водопроводных сетей в настоящее время составляет 98%. Канализационных сетей 99%. Показатели муниципальных образований по выполнению технических мероприятий. Коллеги, вот здесь таблица, в которой данные по всем 20 муниципальным образованиям. Зеленым отмечены те показатели, где муниципальные образования достигли 100% результатов. Красным там, где ниже 90% находится. И в желтой зоне от 90% до 100%. Итоговый рейтинг муниципальных образований по выполнению планов подготовки к осенне-зимнему периоду на основании анализа тех показателей дает следующую картину. В первой пятерке Брейтовский, Любимский, Большесельский и Борисоглебский район, а также городской округ Ярославль. В отстающей группе это Тутаевский, Переславский, Мышкинский, Ростовский муниципальные районы, а также городской округ Переславль-Завеский. И остальные муниципальные образования находятся в желтой зоне. То есть, так как мероприятия еще продолжаются, я надеюсь, что все плановые показатели будут выполнены. По крайней мере, такая задача перед муниципальным образованием поставлена. Значит, отдельно хотелось бы остановиться на подготовке электрических сетей к ОЗП 2017-2018 годов. Данная работа, она является экстерриториальной, поскольку в основном выполняется силами нашей основной электросетевой компании, то есть МРСК центра ЯРЭнерго. Готовность электрических сетей по состоянию на 12 сентября этого года выше, чем в соответствующий период прошлого года. То есть на 95% выполнены плановые показатели против 91% в прошлом году. Замена электрических сетей и готовность трансформаторных подстанций. Здесь показатель превышен уже больше, чем на 100%. Единственное, завершается работа по подготовке трансформаторных подстанций. Из 6681 трансформаторов подстанций в настоящий момент мероприятие закончено на 8577. Значит, коллеги, вот технические мероприятия и информация на этом по ним закончена. Вторая группа мероприятий – это финансовые и экономические проблемы, основной из которых является недостаточный уровень оплаты, текущей оплаты за энергетические ресурсы. Значит, в этом году впервые мы проходим отопительный сезон в условиях действия постановления правительства Российской Федерации, которым введена обязанность по предоставлению гарантии оплаты энергоресурсов. Постановление 139-е. И согласно условиям этого постановления для поставщиков газа, электроэнергии и тепловой энергии, ну, в данном случае тепловая энергия – это единая теплоснабжающая организация, значит, потребители этих видов ресурсов обязаны при возникновении более чем двухмесячной задолженности представить гарантийные обязательства, в виде которых могут быть банковские гарантии, муниципальные и государственные гарантии, либо другие виды обеспечения. Должники обязаны представить эти гарантии на сумму не менее чем величина задолженности и в случае непредоставления этих гарантий, этих обязательств, на них накладывается штраф на должностных лиц от 40 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, либо дисквалификация должностных лиц от двух до трех лет. Составление протоколов об административном правонарушении – это обязанность органов Ростехнадзора, соответствующие решения принимают судебные инстанции. В настоящее время поставщики газа и электроэнергии сформировали эти списки, вот в данном случае списки должников по газу – это пять предприятий, Даниловская ЖКХ, муниципальное казенное предприятие теплосервис, все это Даниловского муниципального района, МОП Тутаевской коммунальной системы Тутаевского муниципального района, Любимская МОП ЖКХ и наибольший объем требований со стороны газа, газоснабжающих организаций к МОПу городского округа Рыбинск Теплоэнерго – 311 миллионов рублей. Сроки предоставления этих гарантий установлены газоснабжающими организациями до 9 октября 2017 года. Общая сумма обеспечения обязательств, которые необходимо предоставить, составляет 320 миллионов 600 тысяч рублей. В рамках подготовки буквально в сентябре этого года МОП Рыбинского муниципального района, который первоначально тоже был включен в этот список, погасил задолженность и был исключен в установленном порядке из списка должников, которые обязаны предоставить обеспечение гарантии. Более сложная ситуация по электроэнергии. Тут в списке 10 муниципальных образований с общей суммой обеспечения обязательств по оплате электрической энергии – 172 миллиона рублей. Сейчас проводится работа, эти условия выдвинуты впервые как по газу, так и по электроэнергии. К сожалению, не выполнены первичные требования. До конца августа были поставлены сроки по предоставлению гарантий, поэтому в настоящий момент времени готовятся соответствующие протоколы, судебные решения, и начинается процесс привлечения руководителя этих организаций к административной ответственности. Третий блок мероприятий – организационные мероприятия. Впервые в этом году в режиме внезапной проверки были проведены учения по выдвижению реальных материально-технических ресурсов и бригад на аварийные ситуации. 23, 30 и 6 сентября этого года в Ярославском, Тутаевском и Некрасовском муниципальном районе были проведены эти мероприятия. Мероприятия были связаны с тем, что необходимо сокращать сроки, то есть совсем предотвратить возникновение аварийных ситуаций, пока не представляется возможность. Но реагирование на устранение причин и на ликвидацию их последствий – крайне важная задача, которая в настоящий момент времени ставится Департаментом перед всеми ресурсоснабжающими организациями и перед Государственным и Казинным учреждением Центра управления ЖКХ, который обязан реагировать на возникновение этих ситуаций и на их ликвидацию. В рамках организационных мероприятий была сформирована система материально-технических резервов, состоящих из трех уровней – областной, муниципальной и резервы предприятий коммунального комплекса. Сформированы ремонтно-восстановительные бригады общей численностью 1170 человек, где 810 единиц техники. Третье направление организационных мероприятий касается создания информационно-аналитической системы мониторинга надежности чрезвычайных ситуаций в теплоснабжении. До 1 ноября 50 основных котельных должны быть подключены к этой системе. В рамках ее деятельности мониторится ситуация по температуре, давлению и расходу теплоносителей. Пойти на эти шаги нас заставил. Кроме того, что это необходимо в рамках общего улучшения управляемости жилищно-коммунального комплекса, мы в прошлый период отмечали случай, когда более чем на двое суток запаздывали сигналы о существующих авариях и о сверхнормативных потерях теплоносителя. В частности, в Тутаевском районе наиболее крупная авария на системах теплоснабжения как раз на вторые сутки только информация была передана в систему ЕДДС и поступила в департамент и всем остальным потребителям этой информации. С точки зрения предотвращения этих информаций, единственным решением является развертывание этой системы. В этом году тоже впервые стоит такая задача и надеюсь, что мы ее сформируем и будем получать независимо от информации персонала, за счет использования технических средств будем получать соответствующие сигналы о работе систем теплоснабжения. Общая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Ярославской области на 12 сентября составляет 92,1%. Сроки завершения технических мероприятий до 1 октября, получение паспортов готовности муниципальных образований в соответствии с законом о теплоснабжении до 15 ноября 2017 года. В качестве проекта решения представляется решение из двух пунктов. Руководитель городских округов и муниципальных районов обеспечит завершение проверок готовности теплоснабжающих теплосетевых организаций потребителей тепловой энергии к 15 сентября 2017 года, теплоснабжающих теплосетевых организаций до 1 ноября, потребителей до 15 сентября 2017 года. Обеспечить получение паспортов готовности до 15 ноября этого года и обеспечить готовность к подаче отопления на объекты. Вот здесь, коллеги, хотел обратить внимание, существующий сейчас прогноз говорит о том, что до конца сентября мы будем находиться в достаточно комфортной зоне по температуре. Тем не менее, объекты социальной сферы должны быть готовы до 25 сентября к подаче отопления. Жилищный фонд до 1 октября 2017 года. Ну и, соответственно, руководителям городских округов Рыбинск, Переслав, Залезский, а также Даниловского, Тутаевского, Любимского, Переславского, Улического, Горелов-Ямска, Некрасовского района необходимо принять исчерпывающие меры до 9 октября этого года по ликвидации задолженности за коммунальные услуги и подготовке соответствующих гарантий под обеспечение обязательств. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Андрей Иванович. Спасибо за доклад. Поскольку план мероприятий у нас уже подписан и плановые мероприятия у нас уже соблюдаются, да, Андрей Иванович? Я попросил бы лично контролировать эти вопросы, и те районы, которые требуют особого внимания, контролировались вами лично. Я хотел бы остановиться на таком вопросе. Вот по итогам прошлого года у нас были проблемы также вот по информационному обеспечению. Сейчас в этом году эти проблемные вопросы учтены, а также у нас была проблема по резервному фонду, да, материальной резервной базы, которую мы должны были задействовать при устранении аварий на систему теплооснабжения. Вот в этом году что сделано для этого направления? У нас такой фонд сформирован? Да, Андрей Иванович. Мы все прекрасно помним, что и люди в домах находились без горячей воды, и по всей области, соседним регионам мы искали электродвигатели, так? Значит, да, этот опыт, то есть вот эта ситуация была нами отработана. Во-первых, отрабатывалась она с точки зрения наших ярославских производителей. У нас электромеханический завод Элдин, он основной поставщик большой номенклатуры двигателей, поэтому мы с ними отработали, провели специальные, так сказать, конкурсные процедуры, закупили достаточно широкую номенклатуру двигателей и, в принципе, опробовали вот в рамках этой внезапной проверки и учений по ликвидации аварийных ситуаций, как раз отрабатывалась вот эта вот схема, то есть наличие необходимой номенклатуры на складах и доставка, установка электродвигателей. То есть некая такая ремонтно-аварийная база у нас на сегодняшний момент сформирована? Да, 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 чтобы специально выделяли это внимание. Спасибо, Андрей Иванович. У нас определенные сложности при подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду имеются в городском округе Переслав-Залезский. Владимир Михайлович Волков, прошу, доложите, какие меры принимаются? То, чтобы мы безаварийно прошли этот сезон. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, уважаемый Дмитрий Саныч, коллеги, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года велась в соответствии с разработанным и утвержденным графиком. При этом особое внимание уделялось просьбам и жалобам жителей по итогам прошедшего отопительного сезона 2016-2017 годов. Для бесперебойного обеспечения жителей теплом и горячей водой к осенне-зимнему периоду подготовлено 6 котельных, работающих на природном газе, в том числе 5 муниципальных, одна находящаяся в частной собственности. отремонтировано 194 км тепловых сетей, это общий объем, 148 км водопроводных, 118 км канализационных. На тепловых сетях проведены гидравлические испытания, опрессовка выполнена на 94%. Впервые за многие годы город был обеспечен горячим водоснабжением в летний период. Отключение ГВС составили только нормативный срок 2 недели. Вместе с тем, существует проблема подачи теплоносителя на микрорайон Чикаловский. Дмитрий Юрьевич, по Вашему поручению, при участии департамента ЖКХ был решен вопрос подачи горячего водоснабжения на микрорайон Чикаловский путем предоставления блочно-модульной котельной в летний период. По двум котельным, принадлежащим ООМС, руководитель Егоров Юрий Николаевич, собственник, не предоставляет доступ администрации в помещения котельных. В судебном порядке администрация обязала ООМС подать горячую воду в начале августа. В данный момент проблем с ГВС нет. В настоящее время Ростехнадзор проверяет готовность котельных МЭС к работе в осенне-зимний период. Администрация совместно с судебными приставами прокуратурой ведет работу по оценке нанесенного ущерба Егоровым и перечень работ, необходимых для запуска котельной в отопительный период. Среди приоритетов подготовительной кампании 2017 года это работа по замене сетей морально-физически устаревшего оборудования. Так заменено было в этот период 3 километра тепловых сетей диаметром от 500 до 250 миллиметров. Ликвидировано свыше 120 мест утечек на магистральных трубопроводах. Для примера, в отопительный сезон 2016-2017 года потери в тепловых сетях составляли в час до 120 тонн. В данный момент такие потери устранены и приведены в норматив. Подготовлено 36 социальных объектов к осенне-зимнему периоду. К сожалению, на протяжении более 4,5 лет долг города за газ рос. В то же время, на начало 2017 года нам удалось остановить рост долга за газ. За 9 месяцев текущего года долг сократился с 510 миллионов до 492 миллионов рублей. Также на 1 сентября полностью проводилась оплата за текущее потребление и существенно уменьшилась задолженность за предыдущий период. В целях улучшения и модернизации уличного освещения и экономии средств бюджета выполнены работы по модернизации линий с заменой опор и установкой 600 светодиодных светильников. 31 июля 2017 года администрация актуализировала и утвердила схему теплоснабжения. Огромная работа проделывается для того, чтобы запустить новые котельные путем концессии. Продолжается работа по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. Срок окончания работ – октябрь 2017 года. На территории городского округа находится 650 жилых многоквартирных домов. Их обслуживает 9 управляющих компаний и 11 ТСЖ. Паспорта готовности предоставлены на 598 домах, что составляет готовность жилого фонда 92%. Для подготовки жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры из местного бюджета выделено 4,5 миллиона рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме. Для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в эксплуатирующих и ресурсно-снабжающих организациях создан необходимый запас материально-технических ресурсов. Проводятся противоаварийные тренировки с персоналом ремонтно-восстановительных служб. Доклад окончил. Спасибо, Владимир Михайлович. Действительно, большая работа проделана. Попрошу темпы не снижать и постоянно держать руку на пульсе при подготовке к осенне-зимнему периоду. Владимир Витальевич Слепцов, одолжите, как проходит подготовка к началу топительного сезона у вас в областном центре. Все ли работы выполняются надлежащим образом и не будет ли сбоев после начала топительного сезона? Уважаемый Дмитрий Юрьевич, уважаемый Дмитрий Саныч, уважаемые коллеги, подготовка к отопительному сезону в городе проводится в полном объеме и уже завершается. В соответствии с графиком завершены гидравлические испытания тепловых сетей. Промывки и опрессовки тепловых узлов во всем жилом фонде города Ярославля завершены. Это более 4700 домов. По домам ТСЖ и ЖСК промытая и опрессована тоже 100%. Готовность паспортов готовности многоквартирных домов составляет 99% с учетом текущих ремонтов, которые сегодня ведутся на тепловых узлах многоквартирных домов. Выдача паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному сезону планируется на период не позднее 15 сентября. В учреждениях социальной сферы города, образования, культуры, физкультуры, спорта все они готовы к зиме на 100%. В этом году на 9 котельных из 50 проводились ремонтные работы капитального характера, что позволило усилить готовность к новому отопительному сезону 2017-2018 года. Проводится проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций города к отопительному сезону. В настоящее время закончена проверка документов о Яргортеплоэнерго, Ярославские энергосистемы, Ярославльводоканал. Продолжается проверка ТЭК-1, АДС, Старк Ритуал и многие другие компании, которые сегодня поставляют ресурсы. С 18 по 29 сентября пройдет проверка Ростехнадзором готовности города Ярославля к отопительному сезону 2017-2018 года. В администрации районов города и ресурсоснабжающей организации направлен исчерпывающий перечень необходимых документов. Всего на тепловых сетях в этом году, как никогда, было 1751 дефект. Устранено 1618, что составляет 92%. Работа по сей день ведется для того, чтобы к новому отопительному сезону все сети были в боевой готовности. На сегодняшний день из-за дефектов на подающих трубопроводах зафиксировано 36 дефектов и 69 домов на сегодняшний день обеспечиваются горячим водоснабжением по обратному трубопроводу. Хочу отметить, что для обеспечения горячего водоснабжения и надлежащего качества сетевым организациям сегодня направлено предупреждение о надлежащем управлении. И в кратчайшее время устранить дефекты в максимально короткие сроки. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, подготовлено постановление мэрии города Ярославля, в котором написано, что все службы города к новому отопительному сезону 2017-2018 года должны завершить работы в сентябре 2017 года. Доклад закончен. Спасибо, Владимир Витальевич. Очень важный вопрос, очень важный аспект. Хорошо, что служба готова. Это вопрос комплексный, в том числе и подготовка к мероприятиям по уборке города, по уборке улиц. Тоже эту работу необходимо комплексно вести. Подрядчики определены, работают. Вот надо просто, может быть, вместе с вами нам проехать по городу. Вот по моим личным ощущениям, кажется, что немножечко работа снизилась. Так? Дмитрий Юрьевич. С подрядчиками есть какие-то проблемы? Нет? Нет, с подрядчиками сейчас проблем нет. Мы сейчас готовимся к зиме. Основная задача, все средства, которые поступают за содержание уличной дорожной сети в осенний период времени, направляется на закупку инертных материалов, соли, гравийной крошки, значит, в том числе техники, которая должна работать в зимний период времени. Поэтому мы сейчас усиляемся. На территории города в зимний сезон будет работать 300 рабочих с лопатами, так называемые ручники, 65 КДМ машин, 35 МТЗ-82, щеточные, 12 грядеров, лаповые погрузчики, роторы, 12 фронтальных погрузчиков. Все то, что необходимо сегодня для зимы. 1 октября 2017 года у нас будет полное построение техники, людей для того, чтобы понимать о готовности. Такая задача поставлена, мы ее исполним. В этот переходной период город не должен как бы от этих мероприятий, и город также должен качественно убираться. Надо такую задачу подрядчикам поставить. Просто вот по моим личным ощущениям, еще раз говорю, что город стал хуже убираться. Так? Так, сбои бывают, но поскольку люди сейчас и в отпуска многие уходят, то есть бывают, но мы это поправляем. Работа ведется в круглосуточном режиме, то есть где у нас есть ошибки, у нас службы контроля работают четко. Буквально в течение полудня-дня поправляем эту ситуацию. Хорошо, спасибо. Коллеги, особое внимание при подготовке к осенне-зимнему периоду надо уделять вопросу водоснабжения. Городской округ Рыбинск. Как обстоят дела с подготовкой топливного сезона на водоканале Рыбинска? Дмитрий Станиславович Рудаков, пожалуйста. Буквально два слова об общей подготовке к зиме, Дмитрий Александрович. Общая подготовка проходит в штатном режиме. 100% подготовлены школы, 100% подготовлены основные спортивные школы, сооружения, муниципальные учреждения культуры. По остальным социальным объектам работы будут закончены, воззвученные департаментом ЖКХ в области сроки. То есть до конца сентября месяца мы будем полностью готовы к зиме. Наиболее успешно, вы правильно заметили, указанные работы проходят на водоканале. Здесь садокладчик, два слова скажу, и Сергей Петрович доложит об успехах водоканала при подготовке. Моему мнению, это на сегодня лучшая подготовка среди всех муниципальных предприятий. Заменено 615 метров ветких водопроводных сетей, 2343 метра канализационных сетей. Общая готовность жилого фонда на пятницу составит 100%, так же, как и по теплоэнерго. В пятницу у нас управляющая компания отчитывается. Мы сегодня уже прогнозируем, по 30 домов примерно в день, мы повторно, это уже речь о повторных опрессовках, их проходим сегодня. То есть послезавтра будет стопроцентная готовность как по теплоэнерго, так и по водоканалу. Более подробно у нас остается докладчиком Сергей Петрович, готов доложить. Пожалуйста, Сергей Петрович. Добрый день, уважаемый Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Александрович, добрый день, уважаемые коллеги. Для обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов ВКХ в условиях предстоящей зимы Рыбинским водоканалом выполнено следующее мероприятие. Заменено более 600 метров ветких водопроводных сетей на новые трубы ПВХ. Заменено более 2300 метров канализационных сетей, в том числе 1600 метров диаметром 500, уложенные собственными силами при капитальном ремонте самотечного канализационного коллектора по улице Буксирной. Произведен капитальный ремонт 76 водопроводных и 98 канализационных колодцев. Проведена замена запорной арматуры на водопроводных сетях, в том числе 77 новых секущих задвижек. Проведен ремонт 50 пожарных гидрантов. Произведена прочистка более 53 тысяч метров дворовой канализационной сети. К работе в зимний период подготовлены к пуску две технологических котельных. К планам подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду предусмотрена реализация мероприятий на сумму более 7 миллионов рублей. Все мероприятия выполнены. Причем следует отметить, что все работы и все подготовки производились силами предприятия без привлечения подрядных организаций. На сегодняшний день процент выполнения составляет 100. Предприятие к работе в осенне-зимний период готово. Также хочу отметить, что в рамках исполнения 104 закона о переспределении полномочий в сфере водоснабжения водоотведения, а также по поручению Виталия Владимировича Ткаченко, нами начатые работы противоаварийные в Мышкине, Пашихонье и Некузе. Наши специалисты проводят противоаварийные работы и подготовку к зиме. Также с этой недели в городе Мышкине совместно с ДИЗО начата выверка имущества по принятию в казну области. В рамках исполнения мероприятий 5 сентября департаментом ЖКХ и ДИЗО утвержден устав ГП Ярославской области Северный Водоканал. В настоящее время устав находится на регистрации. По факту его получения через двое суток будут проведены последующие организационные мероприятия. Доклад закончен. Спасибо. Виталий Дмитрий, документарий. Я могу добавить, что действительно мы сейчас активно работаем над приемкой полномочий по водоснабжению и водоотведению, начиная с 1 января. Эта работа ведется практически в ежедневном режиме у нас. И в частности Рыбинский Водоканал, во-первых, он уже стал ГУПом, сейчас регистрируется устав, он пока в казне. И готовится к приемке на себя полномочий по водоснабжению и водоотведению восьми муниципальных районов. Они у нас идут быстрее, чем идет Ярославский Водоканал. И, в общем-то, уже в сентябре-начале октября три муниципальных района будут у них на обслуживании находиться. Они будут заниматься водоснабжением, водоотведением. То есть работа ведется в плановом порядке. Сбоев пока нет, за исключением по городу Рыбинску. Хотелось бы, конечно, отметить, несмотря на то, что МУП теплоэнерго в данном случае поменялась руководитель, к сожалению, не удалось остановить рост задолженности за газ. И там ситуация находится практически на предельно критическом уровне. Нашими совместными усилиями вместе с администрацией города, с Денисом Валерьевичем, пока не привели к желаемому результату, долги не гасятся, а растут. И, в общем-то, МУП теплоэнерго фактически у нас главный такой камень, который не позволяет сейчас выйти на плановый режим погашения долгов за газ на уровне 120%, как было поручение Дмитрия Юрьевича. Сейчас мы находимся на уровне расчетов 106% долгов за газ. То есть долги не растут, долги гасятся, но, к сожалению, теми темпами, как хотелось бы. То есть правильно мы понимаем, что все подтянулись, и мы идем в графике по погашению долгов перед Газпромом в рамках договоренностей, за исключением МУП теплоэнерго и ТГК? Нет, ТГК как раз-таки... Сейчас мы вывели за скобки взаимоотношения между Газпромом и областью. У них свои собственные графики. Если мы не выводили за скобки, если понятно, если ТГК за скобками, то остается только МУП теплоэнерго, так? Ну, да, МУП теплоэнерго – это у нас сейчас главный якорь, который нас тянет и не дает войти в график потребления. Поэтому нами сейчас принимаются меры по оптимизации режима эксплуатации компании. То есть сейчас готовятся первоочередные меры по снижению доли топлива в валовом продукте. Нам надо упасть с уровня, если не ошибаюсь, 58% до уровня примерно 45%. Соответственно, потребуются дополнительные вложения, и после этого мы перейдем в режим погашения долгов. Эти мероприятия сейчас готовятся и будут проводиться в ближайшее время. Дмитрий Станиславович, а Вы какие меры принимаете? Не слышно у Вас. Хорошо. Провел анализ деятельности предприятия, и выводы таковы, что существующее тарифное решение, оно не позволяет в полной мере гасить доставки. Даже текущие, к сожалению, порочные. То есть меры выхода предлагаемые. То есть мы… Те меры по кредитованию, которые предпринимались ранее, я сам помогал, договаривался с банками, тот кредит 350 миллионный – это временная мера, поскольку проценты по данному кредиту в следующем периоде упадут также на уменьшение доли платежей на газ. То есть они уменьшат… Решаем проблему в одной точке, как в декабре прошлого года, переносим на следующий период. Здесь выход, с моей точки зрения, у нас есть сети газовые, которые сегодня переданы газсервису безвозмездное пользование. Идеально было бы договориться в счет погашения задолженности передать межрегион газу газовые сети. Плюс мы все равно находимся в вилке либо принимать новое тарифное решение на следующий период, либо возвращаться к ситуации 2014 года, когда было субсидирование теплоэнерго. Потому что, если мы получаем месячный поток 168 миллионов, а начисление 145 – только начисление, то как мы не перекредитовываемся, мы вынуждены недоплачивать кому-то из кредиторов. Либо Сатурну, либо межрегион газу, либо ТНС. Далее эти кредиторы все равно получат исполнительные листы. То есть ситуация не будет решена текущими мерами. Более подробно готов доложить с презентацией отдельно. Виталий Владимирович, давайте тогда собирайтесь у меня на эту неделю. Приглашайте тогда Дмитрия Станиславовича, руководство новое, МУПО, потому что в любом случае мы обязательства Петербурга должны выполнить. Да, мы понимаем это. Да, вот за счет того, что теплоэнергия, соответственно, не может соблюсти эту динамику погашения долгов, у которой была договоренность. Дмитрий Александрович, задачу принял, выполняемую. Крайняя встреча была вчера, до этого встречались пятницы по этому вопросу. То есть мы с ними работаем в индивидуальном режиме сейчас. Там действительно плановая работа предстоит. Достаточно серьезная. Мероприятия мы уже наметили. Я просто буду по ходу дела, когда они будут положиться уже на бумагу, на цифры докладывать. Хорошо, спасибо. Василий Федорович. Андрей Иванович, вопрос такой. Какие районы у нас, в каких районах МРСК не произвело очистку трасс под линиями электропередачи? Значит, в настоящее время отдельная программа по расчистке трасс и уборке наиболее угрожающих деревьев, то есть она проводится по всем районам. Значит, таких районов или поселений, в которых не проводились мероприятия, у нас нет. То есть проводится везде. Сейчас процент выполнения вот этих вот мероприятий достаточно высок. Он переваливает за 90% против плановых показателей. Там у нас около 1100 деревьев и порядка 500 гектар необходимо очистить вот этих вот трасс. Так что, ну, работа идёт, основная часть выполнена, сейчас надо довести её до конца. Дмитрий Юрьевич, вот 14-15 год, у нас полтора месяца шли штабы, потому что климатические условия были такие, что на трассы падали вот эти деревья. И, к сожалению, МРСК постоянно на этих затратах экономят. То есть все плановые работы, они в тарифе сидят. Носеление, промышленность это оплачивает. И вот снижение требовательности, оно здесь есть налицо. У нас сейчас произошла замена директора МРСК именно в связи с этим. Вот, Андрей Иванович, вы всё равно должны эту работу координировать, потому что такой общий ответ, как вы сейчас сказали, он неправильный. Ростехнадзор провёл проверку, есть детальная раскладка, где кто, что, как. И вы должны это контролировать так, чтобы муниципальные образования провели такие же совещания с главами поселения, чтобы взяли на контроль и всё. Хорошо, Василий Фёдорович, мы ещё раз проверим отчётность, которая нам представляет. Целевые показатели установлены по каждому муниципальному образованию и в целом по МРСК-центру и по всем сетевым компаниям. Проверим их исполнение, хорошо. На основании данных Ростехнадзора. Спасибо за комментарии. Примите, пожалуйста, к сведению. Коллеги, какие есть вопросы по подготовке к осенне-зимнему периоду? Вопросов нет, решите ко второму вопросу перейти. Как уже отметил Дмитрий Юрьевич, одним из способов повышения эффективности использования бюджетных средств является реализация контрактной системы в сфере закупок. Я попрошу вас. Андрей Дмитриевич, доложите, как выстроен этот процесс в Ярославской области? Добрый день, уважаемый Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Александрович, Василий Фёдорович, Михаил Васильевич, уважаемые коллеги. Готов доложить основные итоги по реализации контрактной системы в сфере закупок Ярославской области за период 2016-2017 года. В рамках федерального закона 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение 2016-2017 года государственным и муниципальным заказчикам Ярославской области было заключено контракт на сумму более 22 миллиардов рублей. Также за 8 месяцев эта сумма практически дошла до 13,4 миллиардов рублей. В сравнении с 2015-м годом рост составил цифру порядка 4,2%. При этом наблюдается рост в сфере государственных закупок на 9,6% и, соответственно, уменьшение объема муниципальных закупок на 3,3%. В количественном выражении в течение 2016 года количество заключенных контрактов остается на прежнем уровне, как по государственным, так и по муниципальным закупкам. Соответственно, в целях обеспечения государственных нужд Ярославской области продолжает функционировать централизованная система, в которой основной объем закупок до 77% размещается через уполномоченный орган. Это департамент государственного заказа Ярославской области. В структуре государственных контрактов преобладает сфера здравоохранения. Объем заключенных контрактов за 8 месяцев 2017 года составил цифру более 3,3 миллиардов рублей. Далее разместились следующие отрасли. Это, соответственно, дорожное хозяйство 746 миллионов рублей и, соответственно, кредиты, финансы и услуги по предоставлению кредитов в сумму 554 миллиарда рублей. В структуре муниципальных контрактов по-прежнему наиболее крупным муниципальным образованием является город Ярославль. В общей сложности заключенных контрактов на сумму более 4,6 миллиардов рублей, что составляет цифру практически 61% от всех муниципальных закупок области. Далее у нас располагается город Рыбинск и Ростовский муниципальный район. На протяжении 2016 года и 8 месяцев 2017 года сохраняется средний уровень активности поставщиков, так называемый уровень конкуренции при участии в закупках. Так, за 8 месяцев 2017 года среднее количество участников на одну закупку на территории Ярославской области составило цифру. По государственным закупкам мы видим рост, это 2,91, и по муниципальным закупкам у нас уровень конкуренции, к сожалению, немного снижается. Это цифра 2,75. Значение показателей Ярославской области, характеризующихся станет конкурентной среды, соответствует общероссийскому значению. Очень важный объем, это объем закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году, он, к сожалению, немножко уменьшился. В количественном выражении на 6% и в стоимосном выражении на 19%. Уменьшение в основном произошло за счет снижения данного вида закупок заказчиками муниципальных образований. Соответственно, на 21% в количественном выражении и на 52% в стоимосном. Объем закупок у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций за 8 месяцев 2017 года остается пока что приблизительно на уровне 2016 года. В связи с особенностями отшления данного вида закупок, окончательные выводы можно будет сделать только по истечении года. Соответственно, на протяжении 2017 года департаментом госзаказа было проведено большое количество мероприятий с участниками контрактной системы области. С представителями государственных заказчиков было проведено 11 обучающих мероприятий, направленных на повышение теоретических знаний и практических навыков. Обучено было практически более 420 сотрудников-заказчиков различных уровней. При участии департамента информатизации и связи, департамента здравоохранения и информации, департамента имущественных и земельных отношений проведены совместные совещания по вопросам возможной централизации закупок и торгов. Подготовлены соответствующие предложения по созданию межведовственной рабочей группы на областном уровне. С главами муниципальных образований и сотрудниками муниципальных уполномоченных органов постоянно организованы многочисленные мероприятия в формате видеоконференции. Сейчас мы их будем проводить каждую неделю, в котором уже приняли участие более 120 сотрудников-заказчиков. С представителями бизнеса и общественностью проведено два якорных мероприятия, направленных на повышение доступности и открытости сферы закупки Ярославской области. Данные мероприятия продолжаются в постоянном режиме. Хотелось бы отметить перспективы развития контрактной системы коротко на федеральном уровне. Это прежде всего внедрение электронных форм закупок, это внедрение каталога товаров, работы и услуг, это отшление финансового контроля, который пока что, к сожалению, перенесли до 2019 года в связи с несостыковками государственной информационной системы и системы единой. И обеспечение возможной подачи поставщиками заявок в электронной форме по всем процедурам. То есть, соответственно, на региональном уровне проведена работа на основании в том числе поручений, на основании, соответственно, обращений бизнеса, обращений поставщиков. Соответственно, и создание государственного казенного учреждения по двенадцатому департаменту госзаказа с функциями по мониторингу закупок и экспертизе начальных максимальных цен контрактов. Это как раз, Митрий Юрьевич, то, что как бы Вы и сказали. Одним направлением совершенствования закупочной деятельности является экспертиза начальных максимальных цен. Положение действия законодательства о контрактной системе в сфере закупок относит определение обоснования начальной максимальной цены контракта к исключительной компетенции заказчика. Вместе с тем, при подготовке документации уполномоченным органам выявляется большое количество ошибок и возможных нарушений в сфере ценообразования. Такое положение вещей позволяет сделать вывод о необходимости закрепления за уполномоченным органом функции по возможной экспертизе цен, что позволит повысить качество ценообразования в сфере закупок области. Такой опыт успешно практикуется в московском регионе. Общая экономия по данному виду составила цифру более 7 миллиардов рублей. Создание межведственной рабочей группы по централизации закупок и торгов. Основной задачей указанной группы является выработка и реализация комплекса мер, направленных на централизацию закупочной деятельностью и централизацию всех видов торгов. Непосредственно нормативный правоакт подписан. Дорожная карта разработана. Межведственная рабочая группа в течение недели объявит свое первое совещание. Очень важным является подключение муниципальных заказчиков, муниципальных районов к государственной информационной системе, к государственной закупке Ярославской области. Реализация указанного мероприятия позволит органам местного самоуправления оперативно получать информацию о закупках, объединить всех участников контрактной системы, взаимосвязывать закупочный процесс с бюджетным процессом, что является в данный момент небольшим пробелом, автоматизировать финансовый контроль при планировании о шлении закупок. Ну и самое удобное для заказчиков – это унификация, соответственно, непосредственно в конкурсах аукционных документаций, на которые очень много времени отвлекается в течение, соответственно, процедур. Также необходима модернизация государственной информационной системы Ярославской области путем добавления модуля контроля закупок по закону 223 в целях повышения результативности. Это предоставит, соответственно, главным распределителям бюджетных средств и контролировать мониторинг и анализировать закупок в рамках федерального закона 223 ФЗ в режиме онлайн. Соответственно, отпадет необходимость в предоставлении заказчиками различной отчетности информации и ее своды анализа, расширяет открытость, гласность, прозрачность закупочной деятельности. Сейчас иногда заказчики размещают свои закупки по 223 закону на одной из 200 площадок, то есть нету как бы регламентации. Также необходимо функционирование электронного магазина закупок малого объема, это тоже, соответственно, запущено. Электронный магазин уже находится в свободном доступе в сети интернет и государственной информационной системе. Соответственно, заказчики при необходимости размещают в электронном магазине информацию о своих потребностях и любой желающий предприниматель может подать свое предложение. Контракт заключается с победителем, предложившим на имеющую цену и соответствующую, соответственно, закупке. Целью перевода таких закупок в конкурентную форму является возможность достижения следующих результатов. Возможность максимального снижения цены контракта, соблюдение принципа открытости и снижения возможных коррупционных рисков. Уже в 2017 году заказчикам области было опубликовано в добровольном порядке более трех тысяч закупок на общую стоимость более 77 миллионов рублей, что позволило дать экономию порядка 8%. Соответственно, в данный момент планируется на утверждение порядок использования электронного магазина и приошлении закупок малого объема. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Андрей Леонидович, у нас ежеквартально проводится мониторинг и оценка деятельности органов мест на самоуправление в рамках рейтинга 76. Вот по каким показателям оцениваются закупки на муниципальном уровне и можем ли мы выделить уже сейчас лучших и худших в этом направлении? Понял, Мин Александрович. При оценке муниципальных образований в рамках рейтинга 76 в части закупок используется один показатель – это уровень конкуренции. В своем докладе я свой данный уровень дал только в сравнительном характере, но информацию по данному показателю готов доложить. Насколько помню, за период первого полугода 2016 года в числе лидеров у нас был Некрасовский и Ярославский район. В среднем уровень конкуренции составлял 4,4. Соответственно, участника на одну закупку. Среди аутсайдеров можно отметить, к сожалению, углический район, по которому показатель конкуренции составил цифру примерно 3,3 участника на одну закупку. Ярославский и Некрасовский. Да, Некрасовский и Ярославский у нас в лидерах. Углический. Да, углический у нас был как бы пока что вот. Анатолий Геннадьевич, Курица. Какие меры Вами принимаются по повышению конкуренции на торгах? Уважаемый Юрьевич Александр, за период 8 месяцев 2017 года администрация Углического муниципального района про педа 53 конкурентные предприятия. Это плохо слышно у вас. 30 аукционов. В том числе 30 аукционов на сумму 48,2 миллиона рублей, 6 конкурсов на сумму 12,3 миллиона рублей, 17 запросов котировок на сумму 3,3 миллиона рублей. В результате проведенных процедур экономия бюджетных средств за 8 месяцев 2017 года составила 9 миллионов рублей, или 14% от общего объема закупок. За 2016 год экономия бюджетных средств составила 24 миллиона рублей. Уровень конкуренции участников удалось повысить с 2,5 заявок в 2016 году до 2,8 заявок в 2017. Но остается ниже среднеобластного значения. Особо низкая конкуренция отмечается при закупках услуг для школьного питания, так как там выставляются очень жесткие санитарные требования к транспорту, на котором должны доставляться продукты для детского питания. Поставщикам невыгодно доставлять небольшие партии продуктов питания в отдельные сельские территории. Кроме того, в связи со сложной финансовой ситуацией в Угольском районе, мы вынуждены были отказаться от авансовых платежей и допускаем нарушение сроков оплаты, что снижает привлекательность работы по муниципальным закупкам для наших партнеров. Подключение ГИС госзакупки несомненно повысит эффективность муниципальных закупок. Спасибо правительству области, что взяло на себя финансовые расходы подключению муниципальных заказчиков к региональному информационному ресурсу. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено контрактов на сумму 17,4 миллиона рублей, что составляет 27% от общего объема закупок. За период 2017 года жалоб ФАС на действия заказчиков и уполномоченного органа Угличского района не поступало. Дмитрий Александрович, будем работать, видим свои ошибки, надеюсь ситуацию исправить. Спасибо, доклад закончен. Анатолий Иванович, спасибо. Есть действительно объективные причины у вас, но я прошу, подтягивайтесь к лидерам. Хорошо? Всё понятно. Понятно. Спасибо. Есть, коллеги, вопросы, какие-то замечания, предложения по данным вопросам? Если нет, спасибо. Дмитрий, сейчас эта часть правительства закончена. Всё, коллеги, спасибо большое. Всем хорошего рабочего дня. Николай Иванович Трифонов, пожалуйста. Уважаемый дмитрий, уважаемый дмитрий Александрович, уважаемые коллеги, органы внутренних дел. Субтитры создавал DimaTorzok